Всем привет! В игру, которая называется Алоды онлайн. Как вы знаете, я обычно люблю играть в Warcraft, но так как компания Blizzard ушла из России, не зная временно, навсегда, когда она вернётся, никто не знает. Как вы знаете, раньше Алода онлайн принадлежала компании Mail.ru, а сейчас почему-то эта игра принадлежит ВКонтакте Плей. Не знаю, честно, я не фанат Алоды онлайн, я не играю в неё прям без устали круглые сутки 24 на 7, поэтому я не знаю. Я уже тысячу лет не играла в эту игру, поэтому я очень удивилась, почему Алоды перешли в компанию ВКонтакте Плей. Так что даже не буду строить догадки, давайте просто поиграем. Если кому-то интересно, почему Алоды вдруг стали ВКонтакте Плей, ну найдите видео на эту тему. Мне же хочется просто поиграть в хорошую, русскую, приятную игру. Вот. Я играю с нового аккаунта, поэтому мне приходится заново, заново проходить игру. Давайте сделаем потише голос игры, а то что-то меня, наверное, вообще не слышно. Давайте вот так вот сделаем. Да, вот так. Так, ну тут всё как обычно, тут надо пройти, прежде чем попасть в общий мир игры, тут нужно пройти тренировку, нужно вооружиться. Мне дают стартовое оружие, вот. Я не знаю, что мне дают вот тут вот. Чего-то они будут, а, ну это потом шкатулка первопароходца. Так, давайте-ка... Ребята, вы не обращайте внимания на эти звуки. Там просто мой Сашка мне салат готовит, поэтому не обращайте внимания. Если чё, простите. Так, мы играем с вами за Империю. В этой игре Империю можно назвать условно злодеями. Тут две команды, ну, две, грубо говоря, две фракции. Так же, как и в Варкрафте, тут две фракции. Одна фракция Лида, другая фракция Империя. То есть, грубо говоря, Империя тут исполняет роль злодеев. Мы с вами злые, короче. Так. Так. Видите, меня тут тоже зовут Аида Москва, как мой канал. Так. Я, короче, не стала, ребят, заморачиваться. Тут в Аллодах Онлайн есть, короче, такая функция. Если перейти по референной ссылочке, по гостевой ссылочке, то вам дают шкатулку первопроходца, и там вам дают кучу артефактов, кучу руды, и там всякого, в общем, куча всяких плюшек. В общем, короче, если ваш друг играет в Аллоды, и он вас зовёт в игру, лучше, чтобы вы играли по его ссылке. То есть, если он даст вам гостевую ссылку по этой ссылке, и он, и вы получите кучу, короче, всяких плюшек. Просто куча. Вот. В этих Варкрафте есть аналогичная функция. Она называется, по-моему, по-братьево, ну, или братва, что-то такое. В общем, вы подходите к какому-то там Орку или человеку, и он делает вас с братьями. И все плюшки, которые получает он, получаете вы. Также наоборот. Вы что-то получаете. Например, вы купили крутую вещь, да, за бабки. О, эта вещь попадает вам. Или он, например, купил что-то крутое. Ну, это типа как экономия. И он экономит, и вы экономите. В общем, как-то так. Вот. А мы тем временем убиваем Лигу. Почему ты... А, подожди, я же не того... Не того, я что-то своего хотела убить. Думаю, что за фигня. Так. Отнеси ключ капитану. Отнеси ключ капитану. В общем, короче, мы идем к капитану. Вот нам показывают, куда идти. Так, ну, вот капитан. Видите, вот этих персонажей. Это, короче, называется раса восставшие. Их фишка в том, что они умерли. Они уже умерли. И их, короче, оживили. И они, как бы, считаются в этой игре, как ходячие мертвецы. То есть, это восставшие из мертвых. Вот. Я играю за ходоканца. Это такие же люди, только злые. Вот и все. Вот и вся разница. Люди в лиге называются коницы. Люди в империи называются ходаганцы. Вот. Еще у империи есть орки. И все вроде бы. Ходаганцы, орки и восставшие. Есть еще так называемая раса. Этих, блин, забыла, как называются. Они похожи на таких полуволки, полулюди. Забыла, как честно, но забыла, как называется. Я уже сто лет не играла, честно говоря, в Волода. И уже все забыла. Что-то похожее есть в Варкрафте, типа панды. Вот. То есть, это такая переходящая раса. Есть такие расы, когда ты играешь вначале, ты независимый. То есть, ты ни за добро, ни за зло. Потом ты проходишь тренировку. И ты выбираешь, на чьей стороне ты будешь играть. Вот. Я называю это переходящая раса. То есть, ты можешь сам выбирать, на чьей стороне ты играть. Вот. Ну, вообще, да. Вообще, Алоды и Варкрафт очень похожи между собой. Ну, очень похожи. И это отмечаю не только я. То есть, уже давно говорят о том, что Алоды и Варкрафт очень похожи. Главное отличие между Алодов и Варкрафта, это то, что тут есть астрал. То, что вся игра проходит в астрале. Если ты падаешь в астрал, естественно, ты умираешь. Вот и всё. Когда вот мы сейчас тренировку пройдём на корабле, стартовую, я вам покажу, что такое астрал. Это огненные элементали. Плавящие. Смотрите, какой посох прикольный. Давайте поменяем. Посмотрим, может, этот лучше. Так. Меняем. 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 Так, теперь вот этого последнего добиваем. Это последний, да? Да, последний. О, вот сейчас прикольный диалог будет. Обожаю, когда он говорит «доклад». Прибор пропал. Под трибунал пойдёшь. Смирно. Я уже это проходила тысячу раз, поэтому мы не будем это смотреть. В общем, он говорит о том, что надо при... 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 этот... прибор найти. У этих... у... у... Лиди. Лига захватила прибор. А, и ещё тут такая фигня, что у Лиги есть две главы. Глава империи. Глава империи – это Яскер. Глава... Глава лиги – это Айданус. Или Айданус. До сих пор не знаю, как правильно. Ура! Так. А, ногих нельзя. Вот, сейчас мы, короче Это в чёрт, что ли? А, нет Нет, надо убить, короче, князя Князь Владимир, или как? Я всё время забываю По-моему, князь Владимир его зовут Мы активируем вот эту штуку Чтобы сломать ему защитное поле Видите, мы поле пробиваем А, нет, Владимир Бело... Ну да, князь Владимир, да Сейчас вот мы его убьём Офигеть, у меня память Я даже помню, что его зовут Владимир Правда, фамилию забыла Мы с вами вовремя, короче, спаслись И мы не погибли Видите, вовремя телепортировались Кто молодец? Мы молодцы Ну, вот так вот выглядит Вот так вот выглядит наша тренировка Ну, а продолжение игры Будет в следующих видео Я вам просто хотела показать тренировку Всем пока, ребятки Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok